Скажи, моя Иринушка, о чём же ты грустишь? И почему, рябинушка, не в сторону глядишь? Тебе споёт Иринушка про голубую ввысь. Сгляни, моя рябинушка, и снова улыбнись. Па-па-па-дал-ла, па-на-ла, па-на-ла-ла-ла-ла, Так расскажи мне что-нибудь, меня ты просишь часто, Как пролетает по небу ночами месяц ясный. О чем трава зеленая шепталась за ветерком, И как березки с кленами брели за ручей лькой. Па-ла-па-ра-ла, па-ра-ла-ла, па-ла-ла-ла-ла-ла. Па-ла-ла, па-ла-ла, па-ла-ла-ла-ла-ла, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пойми, мне легче в песенке цвета рассказать, Как миссер шел по лесенке, чтоб звезды сосчитать. О чем трава зеленая шепталась за ветерком, И как березки с кленами брели за ветерком. Па-па-ра-ла, па-ра-ла-ла, па-ра-ла-ла-ла-ла. Иринушка, репинушка, взгляни в мои глаза, Иринушка, репинушка, я сказку рассказал. А ты той сказке рада, хоть образы просты, А мне одна отрада, что улыбнулась ты. Браво! А про Женьку никто песню не написал. Родик, ну скажи честно, все-таки, а кому ты песню-то посвятил? Родик, нет, 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 я вам расскажу. Нет, да, он недавно пел Сашулечка, он дочка, видишь, дочка его, вон она. Я говорю, я делаю про дочку. А ты его дочка, да. Он пел недавно Сашулечка, Сашулечка. Я помню, как ты пел в Москве, как ты пел в Москве, мы были там в Москве. Ну, жена, наверное, Иринушка у вас. Да, так ты кому, Сашулечке или Иринушке, кому ты песню-то сочинешь? Ты на нее, по-моему, пел. Я не знал, Иринушка, откуда эта Иринушка взялась, я расскажу. Потому что супруга, наверное, не. Я был в гостях у Танича. А, конечно. Он меня пригласил. Если бы он знал, может, я не приглашал. И вот он, значит, там свою песню показывал, он за мной не занимался, я сидел с этой Иринушкой, рядом. Значит, ну, в конце концов, я с ней и ушел. Ушел с ней в свою коммунальную квартиру, привел. Ну, интересно, что получилось с этой Иринушкой потом. Потому что, так сказать, песня и посвящена, значит, вот я вам рассказывал, что я, так сказать, отбывал срок за музыку. Значит, она меня проложала на суд. Суд был, значит, назначен на два часа дня. Я в то время работал в институте морского флота. Стоял стул, я на него повесил пиджак, свой серый, и ушел в рубашке на суд. Вот я не думал, что меня посадят. Ну, приду и буду провожать работу. Ну, меня, значит, два года сунули. Похали. Ну, ладно, значит, поехал я в Кресты. Прихожу, значит, из Тюряги, извините, приезжаю. Прихожу в один институт морского флота. Стоит стул, и на нем мой пиджак. Ну, с Иринушкой, правда, кончилось хуже, потому что она там кого-то нашла в моем отсутствии, так сказать, мы встречались, но уже все было не то. Ну, вот такая история. А супругу как Ваша зовут из Дениса Крепа? У меня, ну, я не знаю, последняя супруга, от которой у меня дочка, ее уже, к счастью, нет, ее зовут Маша.